Книга «Открытым оком». Вопрос 2074. «Встречались ли вам в житиях такие случаи, когда страждущие, обращаясь к великим пустынникам с вопросами, тем самым хотя бы на миг отвлекали их от самоубеждения, что пустынник всегда прав?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Иногда такими алмазами истин обсыпали этих великих, что диву даешься, склоняясь на сторону просителей. Столько в их словах знания Писания и столько грубого упорства и непоколебимой замшелости в беглецах в драных холамидах». Иоанна 3,8. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». 2 Петра 2,16. «Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка». Иларион Великий. Память 21 октября. «Когда Иларион почивал, то рядом с ним как будто ложились бесстыдно глумившиеся ноги женщины. Он устроил себе маленькую келейку наподобие гроба, так что она едва вмещала его в себе и жил в ней, подвязаясь в борьбе с невидимыми духами. Когда преподобный Иларион прожил много лет в той пустыне, слух о святости его жизни прошел по всей Палестине, и к нему начали стекаться люди, искавшие помощи в его святых молитвах. Первая пришла некая женщина из Елиферополя, проведшая в супружестве 15 лет и оставшаяся бездетной. Терпя от мужа за неплодие постоянные укоры и оскорбления, она дерзнула прибегнуть к святому и припасть к его ногам. Иларион увидал ее, отвернулся. Тогда она начала со слезами молить его. «Зачем ты отвращаешься от меня, раб Божий, когда я нахожусь в печали? Зачем бежишь от меня, когда я умоляю тебя с рыданиями? Возри не на женщину, а на боль ее сердца и на ее слезы. Умилосердись надо мною, угодник Христов. Вспомни, что Спаситель почтил наш пол, облегшись от него человеческой плотью, что и сам ты рожден женщиной. Посему не отвергни без помощи меня, притекшую к тебе и ожидающую от твоих молитв разрешение своему неплодию, за которое мой муж постоянно укоряет и оскорбляет меня». Субтитры создавал DimaTorzok